Всем привет, друзья, с вами Грегор, и это 31 выпуск 2 сезона проекта Глаз в Майнкрафте. И первое на сегодня новое введение, это гостиница Легенда. Первая в Айсатовске гостиница. Вот так выиграет гостиница снаружи. Согласно, конечно, выиграет не очень, но это только начало, друзья. То есть это первая гостиница Легенда. Гостиница в Айсатовске будет ещё одна. Так что расстреляться не стоит, так что будет ещё одна гостиница. Правда, насчёт вторая, я скажу, что она будет на салютную связь, недалеко от... Там же планирую сделать выезд из города, а затем где-то примерно 2-3 километрах от города будет аэропорт. Ну, ну это так, всего лишь плана на бумаге, но аэропорт будет, но попозже. С вокзалом тоже самое, просто нужно создать район там, при нём он 2 региона. И на следующем 3-й районе, сейчас это 1-й, Пономаревский район, сейчас 1-й. На третьем уже у вас точно будет этот вокзал, возможно. Ну что ж, на встрече табличка гостиница Легенда, кстати. Гостиница располагается по адресу Пакинских комиссаров. Я табличку не сделал, сейчас посмотрю. Какой номер у предыдущего? 26-й, значит. Здесь адрес города Исатовск, улица Пакинских комиссаров, дом 28. Ну что ж, давайте приступим дальше. Тут у нас такой вот коридор, тут у нас сидушки, где можно посидеть. Тут у нас ресепшн, здесь у нас сидит консерж. То есть, мы заказываем номер в гостинице, нам дают ключики от номера. Тут у нас один туалет на всю гостиницу. Номер, туда стоит, я зашёл в 108. Тут у нас сиденье, стол, две кровати и книжки. Тут у нас две лестницы. Дальше ещё номер, правда, что я немного отзеркаленый. Вот здесь закроется. Так, здесь тоже самое. В принципе, номера все одинаковые, так что особо зацикливаться мы не будем. Тут у нас такая лестничная площадка, 2 на 4, 8 квадратов. Тут у нас тот же номер, на каждом этаже вот здесь вот находятся кладовые. То есть у их три кладовки, на каждом этаже, кроме первого. Тут у нас такая кладовка, то есть чуть побольше. А потом чуть побольше. Чуть побольше. Вот. Тут. И вот тут. В принципе, вот так вот гостиницы, туалет, сундук, номера одинаковые, кладовые тоже. Так что особо мы, друзья, зацикливаться не будем. И да, выхода на крыжу нету, так что, кто выброс, так что выброс из отеля, то есть гостиница можно только через главный выход на первом этаже. То есть как такового выхода из крыши. Следующее нововведение мы уже на другом, на потусторону. Города, тут же на Каминтесском проспекте. Я добавил ателье и магазин. Здесь я добавил парочку мелочей, так сказать. Тут у нас ателье, тут магазин, да. Ладно, давайте приступим. Тут у нас написано ателье. Вот, ну, в принципе, ателье это место, где ремонтируют нам, где делают одежду по заказу и ремонтируют. Тут, вот, тут все это выглядит. Тут у нас запасной выход на случай пожара. На втором этаже тоже самое, только там много денег. То есть маленькое помещение, то есть. Тут мы договариваемся, типа, мол, нам, типа, заказываем. Ремонт какой-то одежды, там, специальный талон или что-то подобное, что-то вроде того. И буквально через 2-3 дня или даже неделю мы приходим в ателье, забираем, забираем свой заказ. Следующее нововведение, тот самый магазин. Магазин называется Temp. То есть я назвал в чрезвычном магазинах, который тоже назвался Temp, это в Челябинске. Сейчас там пятерочка. А Temp тогда был не только продуктовый магазин, но еще также продавались другие товары. То есть бытовая химия, одежда, обувь, игрушки и так далее. Сообразно небольшой ТК, советский, толковый конкурс советского времени. Temp располагает магазин располагает по адресу Пакинский, комендантский проспект, дом 28. У нас два прохода. Тут у нас банкомат, кстати, да, у меня просто привычка тогда ставить банкомат в магазинах. А так, в принципе, будет удобно для граждан, типа, ну, можно снять наличие в любом, в любой точке, то есть кафеш, либо в магазине и так далее. Тут у нас касса, там полки с товарами, два прохода, два прохода, два прохода в склад и все. И сюда проходят игрушки и загружают товары в склад. Следующая новобведение уже поменьше, это у нас памятник Евгению Зенитчеву. Город Пыш, что такое памятник, то есть в виде логотипа, эмблема МЧС, то есть, я, если не ошибаюсь, то эмблема, эмблема через имена, розоветров, посередине там кружок, и там же, высота, голубой треугольник, то есть, пактима гражданской обороны. Тут у нас надпись Евгения Зенитчева, от работников пожарной части номер один города Росадовска. В общем, вот такой памятник тут у нас, да, небольшой, большая зона, то есть, изглад, из, если не ошибаюсь, это каменные кирпичи, да, вот, вот, у нас памятник. Следующая, друзья, обновь, следующее нововведение уже чуть поближе, я добавил 10-10 девятиэтажку, вот, то есть, это то же самое, что в квартале по-намогрёвски, так я ее перекрасил, вот, то есть, я взял пародию на один из домов на северо-западе Челябинска, так сказать, закос. Ну, те, кто слышал, тот поймет. Возвращаясь, вообще, приходя в это следующий микроорайон, нельзя не упомянуть про следующее нововведение, то, что я начал сажать деревья, вот, здесь вот, небольшой парк, то есть, между парковочными зонами. В принципе, все сразу мне не удалось, конечно, сделать, но поэтому я просто делал по частям вот так вот, чтобы не задевало тротуар. Кстати, вот, дальше у нас поликлиника, как раз, как раз для этого микроорайона нужно было, пока что, поскольку в микроорайоне всего в Исаторске только две поликинги, но это у нас будет третьим. Такое здание, тут у нас красная полоска наверху, логотип, красный крестик, надписи «Муниципальное беотчетное учреждение правоохранения», «Краска Легинга номер 3», «Города Крисатовская». Тут у нас сиденье, где можно подождать в свою очередь кабинеты, кстати, 20 сентября, вот, кабинет, у нас книжка, стол, стул, где врач сидит, и все. Тут тоже самое, здесь у нас, забыл упомянуть про регистрацию, кстати, вот она такая вот, вход туда, вход в нее есть, тут у нас сиденье, и все. Тут у нас тоже, тоже у нас кабинеты, правда, с зеркалями. Тут у нас, типа, процедурная комната, процедурная комната, где у нас, типа, проводятся прививки, реакции мантуллы и так далее. Так, дальше у нас внизу гардероб у нас такой вот, гардероб небольшой. То есть сиденье, где можно переобуться, так далее. Ну, в принципе, в принципе, друзья, я забыл помянуть про одну вещь. Кто должен быть в пахиле, он, как, автомат, ну, или аппарат с пахилами. Этот момент я, может сказать, упустил, когда я строил, так что, ну, была-не была, сделаем, вот, сказать, небольшой, маленький летсбилд. Вот. Здесь для создания автомата я взял вот такую герамику кузову ровную и плюзовую. Наверное, даже то же самое сделаем. Вот. В общем, кто заказывал летсбилд, пожалуйста, ловите его. Ловите, пока не закончился. Готово. Что ж, поднимаемся на второй этаж. Второй этаж тоже, тоже самое. Тут у нас различных кабинетов. Кабинет рентгена. То есть подходим сюда, она делает рентген. Тут у нас тоже сиденья, то есть такая вот накопительная площадка, так вот, у нас там столько сидений и больше ничего. Хотя, чтобы не было скучно, давайте я просто добавлю автоматику. Ох, Глеб, Глеб, какой же я неисправимый. Сейчас серьезно, я просто не могу остановиться просто. Насколько, что не ролик, то я сразу начинаю делать в эти билеты во время, именно во время съемки, вы понимаете, во время съемки. Понять можно. Просто я, бывает, что вы просто оставляют некоторые, некоторые мускать мелочи, которые просто, мускать, упускай их из вида. Поэтому я просто, я была, что успеваю исправлять их во время съемки. У нас выход на крышу, вот, и все, такая вот крыша. Ну и последним в этом выпуске нововведения, это прокуратура класса. Вот так выглядит здание снаружи, у нас флаг России, у нас выход на крышу имеется. Здание располагается на улице Танкистов, рядом с автосалона «Ладо», то есть недалеко здесь магазин «Аккорд», это вот пятиэтажка по типу общежития, и здесь, тут у нас авторынок, и недалеко находится строящийся микрорайон. У нас встречает надпись «Прокуратура Пономаревского района Глада РСА». Проходим дальше, тут у нас две лестницы, ресепшн для сотрудников, места для сидений, где можно подождать свою очередь. Тут у нас заместитель прокурора, тут у нас стол, стул, книжная полка, тут у нас первая земляная прокурора, то есть приближённый. Опасная комната опроса номер один, тут у нас прокурор, то есть кабинет прокурора, прописка Сергея Волкова, если что, это москвичная версия. Все, давайте я чисто по приколу, давайте просто сменю табличку в качестве прикола. Процесса фунтарма, класс. О, это все, шуров, углу. Так, чисто, ссылочка к Харисатурке. Тут у нас прокурор, прокурор, прокурор сидит, тут у нас сотрудники прокурор, прокурор сидят, тут проводятся различные совещания и так далее. Сидушки, проект 2, проигрывать для книжной полки. Тут у нас склад или же кладовка. Опрасная комната опроса, то есть проводятся различные опросы и так далее. Пройдемся в другую сторону коридора, тут у нас начальник, сидит. Такой же кабинет, как у заместителя. Дальше сидит, такая вот, ну типа что-то вроде сервер для сайта прокуратура. Вот. Дальше, вторая комната для доброса. В принципе, то же самое, что это кладовка и дальше столовая. Я, честно говоря, немного удивлен. Ну, что я могу сказать. Ради доброса, ничего не жалко. Второй этаж, в принципе, тут у нас тоже идут одинаковые. На первом этаже, друзья. Тут у нас тоже. Сама дальше. Еще одна комната, такая. Чем там напоминающая, да просто, правда, тут ока нет. Еще один кабинет. И тут. Тут тоже сидение. И да, кабинеты все одинаковые, так что особо мы не будем. Просто поднимемся на крышу. Тут тоже везде кабинеты. Тут тоже. И дальше у нас выходная. Вот. Крышевская всегда голод крестит. Мне предоставить, что лень ничего не было заполнить здесь. День кварнала раз. П Thorne. Ленит Ikт 8-7-4-4-4-1-1-2-3-2-2-3-3-6-4-3-7-5-6-6-1-4-6-0. И трех нет в каждую Band Coast.